Это не первый случай, когда меня попросили сделать видео за деньги, однако это первый случай, когда я согласился. Приветствую, братва, с вами Сник и Джон, и сегодня я расскажу вам про новый сервис донатов ForStream. ForStream — это российский сервис, который ориентирован в первую очередь на платформу Twitch, и это один из тех случаев, когда у разработчиков получилось сделать действительно удобный инструмент, и сейчас я говорю это совершенно без шуток. Это тот случай, когда минимализм подан абсолютно правильно. Из основных плюшек этой платформы, которые лично мне понравились, это возможность увидеть, сколько денег точно придет стримеру, когда вы хотите отправить ему донат, ну и, соответственно, удобная панель управления. Она сделана здесь, на мой взгляд, пусть и не слишком приглядно, зато она удобная и реально позволяет сделать именно то, что нужно сделать. Когда вы заходите в ForStream, вам предлагают авторизоваться с помощью Twitch. После того, как вы это делаете, больше вам авторизацию для этого делать уже не придется. На главной странице панели управления слева имеется несколько ссылочек, по центру имеются новости, чтобы следить за обновлениями проекта без подписки через социальные сети. Ну а справа сверху имеется удобная кнопочка, в которой имеются три ссылки, опять-таки, на панель управления, на страницу с пожертвованием, а также на виджет оповещений, который вы можете сразу же вставить в OBS. Ну и теперь давайте посмотрим, что же у нас здесь имеется. На странице «Мои пожертвования» вы, по сути, видите статистику того, какие донаты вам за этот месяц приходили, или за эту неделю, или за этот год. Вы можете посмотреть, собственно, все довольно неплохо и отсортировать по сумме или по количеству. Можете добавить несколько донатов для статистики или для истории, в случае, если у вас были какие-то толстые донатасы перед переездом на эту платформу. Ну и, соответственно, видеть их всех здесь. Далее. Настроечки. Секция настроек исключительно минималистична. Здесь вы можете видеть только нужные опции, без всяких украшательств, которые будут вас отвлекать. Ну и, конечно же, возле каждой настройки имеется пояснение, зачем она нужна. Соответственно, здесь у нас имеется синтез речи. Про него потом расскажу подробнее. Довольно интересная штука здесь была реализована. Вот, режим синтеза речи. Здесь у нас имеется только сообщение или же сообщение из заголовок. В данном случае под заголовком подразумевается сумма доната, а также имя отправителя, которое он себе сам вручную задает, или же которое у него привязано к твичу. Минимальная сумма пожертвования на этом сервисе составляет 3 рубля. Это не как у Streamlabs от 60 рублей после переезда. Здесь сразу же идет тройка, и вы можете уже от стройки отталкиваться. Часовой пояс. Здесь только русские часовые пояса, что на мой взгляд неправильно. Часовые пояса используются в первую очередь для статистики. На сами уведомления это никак не будет влиять. Ну и конечно же еще одна штука, которую здесь я вижу впервые, это оповещение в твич-чате о донатах. Бот вот этого сервиса будет вам в чат отправлять, кто отправил деньги и сколько вам денег было отправлено. Давайте перейдем к приему платежей и посмотрим, что у нас здесь имеется. Здесь у нас имеется возможность использовать аж 3 системы. Во-первых, это UnitPay, который используется на том же Streamlabs и жрет дохрена комиссии. А также прямые пожертвования через Яндекс.Деньги, пластиковые карты, а также поганые вебмани. В случае с UnitPay вы можете принимать деньги практически с любого способа, который может выбрать зритель. В случае же с прямыми донатами этот способ немножечко ограничен, однако за них комиссия будет меньше. Поэтому если у вас есть Яндекс.Деньги или вебмани, вы их сюда вбиваете и получаете по максимуму. Если вы пользуетесь Kiwi или же еще какой-то лабудой, то пользуйтесь UnitPay. Все эти деньги вам перейдут опять-таки на Kiwi кошелек, но комиссия за это будет больше. Какая комиссия, посмотрим опять-таки чуть попозже. Далее настройки страницы пожертвований. Тут опять-таки минимализм. Здесь у вас имеется ссылка страницы, на которой будет происходить пожертвование. А также вы можете указать, отображать ли Twitch статус. В данном случае это идет ли стрим, количество зрителей, а также запущен ли виджет, вот этот вот сам, пожертвований на вашем стриме. То есть увидите ли вы это на стриме. Далее. Здесь имеется текст на странице, которую вы можете настроить. Опять-таки просто приветственное слово для зрителя. Ну и давайте посмотрим, как выглядит эта самая страница. Как вы можете видеть, все довольно просто. Здесь зритель может отменить привязку к Twitch и выбрать свой собственный никнейм. Также может выбрать количество денег, которые он хочет отправить. И опять-таки здесь имеется синтез голоса. Если у вас уже все здесь настроено, если он у вас включен, то вы можете его использовать. Обратите внимание на вот эти плюсики. Вы можете вручную заставить пользователей расставить ударение. Так, чтобы сообщение звучало естественно. Давайте посмотрим, что мы здесь имеем. Я знаю, что зрители любят этим барахлом злоупотреблять. Ну и, соответственно, здесь можно все это дело настроить. Например, если вы берете плюсик перед И и поставите его перед Э, то ударение уже будет в другом месте. И, боюсь, отменить я это не могу, поэтому давайте я просто переоткрою эту страницу. И давайте посмотрим, что у нас здесь под комиссией. Как вы можете видеть, здесь имеются прямые платежи. Это как раз та штука, которую мы настраивали до этого. То есть вот прямые платежи, WebMoney и Яндекс.Деньги с картами, а также UnitPay. И каждый раз, когда вы нажимаете на иконку, доступные иконки цветные, недоступные, соответственно, черно-белые, вы видите, сколько отправит зритель и сколько, соответственно, получит стример. Это, на мой взгляд, довольно удобно для выбора способа с минимальной комиссией. Особенно, если этих способов у нас здесь имеется много. И давайте продолжим, что же у нас здесь имеется по виджетам для вашей стримерской программы. Виджетов у нас здесь имеется два. Это виджет оповещений, а также виджет сбора средств. Никаких дополнительных виджетов, например, список последних донатов или какой-то статистики, здесь не завезли. Однако, я подозреваю, что если разработчиков очень сильно попросить, они их могут добавить. Ну и, конечно же, что у нас здесь имеется. Во-первых, это ссылка. Если мы ее копируем, мы видим такое здоровенное, неудобное сообщение о том, что копирование ссылки на виджет произошло. В то же время, если мы копируем ее из вот этого окошечка комбинации Ctrl-C, мы опять-таки видим это сообщение. Я понимаю, что оно имеет смысл при копировании ссылки, однако при ручном копировании это ощущается довольно странным. Ну и, конечно же, здесь имеется возможность запустить пробное пожертвование. Если вы его запустите, вы сразу же увидите здесь вот такое окно, в котором этот виджет будет отображаться. Пожертвование от благодарного зрителя. Как вы можете видеть, сейчас у меня звук двоился. Это произошло потому, что у меня в OBS-е этот виджет, опять-таки, тоже настроен. То есть, я сделал, добавил источник браузера, и у меня здесь имеется Donation Alerts. Вот такая штука. И теперь, если я запускаю этот тестовый виджет, то он отображается и в OBS-е вот здесь вот, и, соответственно, в браузере. Пожертвование от благодарного зрителя. Заткнись, и давайте продолжим. Здесь вы можете настроить, как вы хотите видеть вот это оповещение. Вы можете вбить какой-то дополнительный текст по типу, Сендер отправил вам дофига ты доната в размере столько-то рублей. То есть, вбиваете вот сюда какой-то левый текст, и он нормально работает между вот этими переменами. Все вполне стандартно. Вы можете настроить громкость звука и громкость речи отдельно, А также настроить и быстро присмотреть вот эти анимации появления и исчезновения вот этого оповещения. Соответственно, здесь имеется кнопочка для перезапуска. Вы можете выбрать их из списка. Список довольно обширный, и вы можете сделать такую кастомизацию. Далее вы можете кастомизировать звук пожертвования и изображение пожертвования, соответственно. Если вы выбираете, то вы, соответственно, ведете... Ну, давайте сменим звук. Вы ведете его вот сюда вот. И нажимаете на галочку, чтобы применить. Я не сразу понял, что это работает именно так, однако после этого будет изменение. Вот так вот. Ну и, соответственно, изображение выбирается абсолютно так же. Поддерживаются гифки, jpg-шки, png-шки. Все, в общем-то, тоже стандартно. Ну и теперь настройки шрифтов. Здесь есть один нюантик, который проявляется... Даже два нюантика, которые проявляются на довольно большом количестве настроек этого текста. Я подозреваю, что разработчики после этого видео их поправят. Вы можете выбрать шрифт. Опять-таки, сразу же присмотреть, как это будет выглядеть. Размер шрифта. Не знаю, зачем это надо, учитывая то, что мы можем растянуть все. Цвет и размер тени. Вот это как раз мой основной претензий, так сказать, к вот этому сервису. Что здесь нельзя сделать простую окантовку. Здесь можно выбрать только размер тени. И если вы можете видеть это сейчас, чем больше размер тени, а у нас он до 50 пикселей, тем меньше эта тень выглядит отчетливо. Было бы очень здорово видеть какую-то окантовку. Вот, я надеюсь, что в будущем ее добавят. Ну и вторая моя претензия к вот этому вот выбору, это то, что вы не можете выбрать чисто белый цвет или чисто черный цвет. Вы все время, вот сейчас мне, конечно, повезло, но большую часть времени вы будете застревать на эдаком промежуточном значении, которое не будет являться чистым цветом. С белым цветом вот у меня до сих пор не получилось выбрать чистый белый цвет. Его придется вам вбивать вручную, если вы хотите именно его получить. Вот. Ну и, соответственно, вы можете настроить какую-то анимацию текста, сразу же посмотреть, как она будет здесь выглядеть, и, соответственно, добавить фон для этого блока текста, если вы этого хотите. Вы уже видели, как выглядит все это барахло у меня на тестовом донате, поэтому я не вижу смысла углубляться в это дальше. Виджет сбора средств же представляет собой довольно стандартную полосочку, в которой вы можете назначить, сколько денег вы хотите и для чего вы их хотите. Выглядит все это дело так. Сверху название вот этого сбора средств. Далее сумма, количество процентов, оставшееся время, а также список денег, ну, точнее, количество денег, которые вы хотите собрать со зрителей. Все это, опять-таки, настраивается. Толщина индикатора, цвет индикатора, опять-таки, вот этим вот интерфейсом выбора цвета кривым. Также здесь имеется настройка текста, про которую я только что показывал. И вот такая вот штука, настройка целей. Здесь вы можете выбрать сразу несколько целей и активировать их, как вы этого хотите. Здесь тоже вылезает один недостаток. Например, мы выбираем Donation Goal, вот такой вот. Мы выбираем, например, стальные мышцы. И для того, чтобы активировать эту цель, нам приходится этот виджет перезагружать. Вот, соответственно, это не очень удобно, что нет автоматического изменения. Я рассчитываю на то, что разработчики в ближайшем времени это, опять-таки, пофиксят. Напоминаю, сервис молодой и есть куда расти. Ну и, по большому счету, это все, что этот сервис пока может вам предложить. Донат, уведомления о донате в чат, а также на экран, а также виджет сбора средств. Все минималистично, все настраивается буквально за 5 минут, без какого-то мозготраха. И, в общем-то, это все, что нужно знать про этот сервис. Здесь имеется промо-акция, про которую я не вижу смысла говорить. Вы просто можете вбить свой канал сюда для эдакого промоутинга. Вы помогаете сервису, сервис помогает вам. Ну и, конечно же, вы можете напрямую помочь этому сервису, подписавшись на социальные сети, а также кинув им в лицо немножечко денег. Это все, что я должен рассказать. С вами был Сникиджо. Всем пока, всем удачи. И выполняйте витубскую рутину, если вам понравилось это видео. Субтитры сделал DimaTorzok